Преодное биологическое и общественное и социальное в человеке антропа-сосо-генез и его комплексный характер. Что такое человек? Каково место человека в природе? Вечно ли существует человек или он возник на каком-то этапе развития мира? Если он возник исторически, то каким образом? Каким было его раннее существование? В чем состоит его предназначение? Эти тесно связанные с собой вопросы издавна умолвают людей. Этого проблемы антропа-сосо-генеза. Ответы на них определялись за каким-то уровнем развития науки, естествознания, философскими и идеологическими позициями мыслителей и ученых. Несмотря на ряд гениальных догадок, проблема происхождения человека и общества в древности и средневековье была покрыта наслоением мифологии, мистики, религиозных домыслов, умозрительных спекуляций, далеких от доказательности и обоснованности. Настоящий переворот накопления антропологических и этнографических данных начинается в эпоху Великих Географических Открытий в конце XV века. В конце XIX и XX веке материалистическое естествознание в тесном союзе с гуманитарными и общественными науками существенно продлилось в решении проблем происходения человека и общества. Следующий шаг в понимании природной истории человечества связан с построением таких общих схем всемирно-исторического процесса, в которых народы заморских стран выступали как представители ранней ступени развития человечества. Значительную роль в разработке этих теорий сыграли великие французские просветители XVIII века Руссо, Дидро, Матеске, Вольтер, Кондарсе и другие. Одни из них, в частности Руссо и Дидро, идеализировали правобытность, представляли ее как золотой век человечества, все основные и позитивные качества которого утеряны последующими поколениями в эпоху цивилизации. Другие, например, Кондарсе, разрабатывали концепции исторического прогресса человеческой истории разума и культуры. Благодаря развитию разума человек проходит определенные ступени общественного устройства от охоты и рыболовства к одомашниванию животных. Эпоха рабства от него к земледелию, эпоху веодализма. Первоначально каменные орудия древних людей, которые случайно находили в земле, не рассматривались как предметы, имеющие отношение к истории человечества. Их считали талисманами, посланиями богов, которые боги метают вместе с молнией на землю. Но уже в XVIII веке возник интерес к изучению найденных в раскопках орудий труда и предметов утвари первобытных людей, ведь именно такими инструментами пользовались первобытные народы Нового Света, Африки и Южной Азии. В первой половине XVIII века все чаще высказываются мысли о существовании каменного века у древних людей, о том, что каменные предметы – это выполненные в незапамятные времена произведения рук человеческих, что человек существовал задолго до Адама и Евы. Сначала такие заявления резко отторгались не только церковными, но и научными кругами. В 1730 году в Парижской Академии письменности и изящной литературы разразился публичный скандал. После доклада одного французского исследователя о каменных орудиях древних людей академики устроили ему обструкцию, требуя от него признания возможности образования каменных орудий в процессе физических реакций в воздухе, вызываемых ударами молнии. В середине XVIII века Карл Линней положил начало научному представлению о происхождении человека. В своей системе природы в 1735 год он отнес человека к животному миру, помещая его в свои классификации рядом с человекообразными обезьянами. Интересно, что Линней, подчеркиваю, родство человека и человекообразных обезьян, называет Арангутана, пома силуэтрис, человек лесной. В XVIII веке зарождается научная приматология. Так, в 1766 году появилась научная работа Дюфона об Арангутане. Голландский анатом Кампер показал значительное сходство в строении основных органов человека и животных. Все это позволило подставить на принципиально новую научную основу вопрос о границах между человеком и высшими приматами. В XVIII, первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили ингридический материал. Подъем уже достаточный для разработки научной теории антропа социогенеза. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Бушеде Кравкер де Перта В 1840-1850-х годах он искал, собирал грубо оббитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтным и тому подобным. Открытие археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клирикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами начал чуть ли не детективный характер. Только в 1860-е годы его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории Каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Учение Дарвина как основа материалистической теории антропогенеза. В первой половине 19 века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечество получал качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека с Богом. Даже Ламар не решался довести до логического завершения идеи эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога в происхождении человека. Он завершил разбор проблем происхождения человека в своей философии и зоологии словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина происхождения человека и половой отбор, в котором на громадном фактическом материале и сравнительной анатомии за географией и историей и археологией Дарвин обосновал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции, а человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты клирикалами и клиосионистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей, тем не менее последующее развитие учения о происхождении человека было возможно только в русле естественно научного материалистического мировоззрения. «Тот, кто не смотрит подобное ликарю на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения», писал Дарвин. После работ Дарвина материалистическое положение о животном происхождении человека стало крововольным камнем теории антропо-социогенеза. Поскольку человек это не только биологическое, но и социальное существо, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще и некоторый надбиологический социокультурный фактор. Какой бы это фактор? Ответ Нес вопрос дал Энгерс рабочий роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. В ее основе лежит идея о том, что труд не только средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бытия, а вместе с тем решающим критерием разгонячивающим человека и его животных предков человекообразных обезьян. Идея роли труда в происхождении человека и общества не потеряла свое значение по сей день. Все специалисты по древней археологии палеоантропологии исходят из представления решающей роли труда в антропо-социогенезе. Предпосылки антропо-социогенеза. Общей предпосылкой возникновения человечества выступило длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропо-социогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с биологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими абиотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции историческое развитие биологических организмов возделяется рядом эволюционных факторов мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественным отбором и другое, включенными в взаимодействии с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельном индивиду, а на популяцию. Через последовательную смену поколений сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определило предпосылки и протекание антропососуогенеза. Абиотические предпосылки антропососуогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропососуогенеза. Становление человека происходило в последний период кайнозойской эры истории Земли. В конце эпохи неогена геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которой определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропососуогенеза включают в себя оледенение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы, повышение уровня реактивности, вреда землетрясения, прообразования, тектонических разломов коры и другое, изменения магнитного поля Земли. За последние 5 миллионов лет магнитные поля Земли менялись 4 раза и так далее. Биологические предпосылки. Понять антропососуогенез невозможно, не проведя анализы эволюции высших биологических организмов, их анатома физиологического строения, которая послужила предпосылкой формирования определенной телесной организации человека, ответственно перехода к трудовой деятельности, формированию сознания. Современное материалистическое естество знания исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира в человекообразных обезьян. Человек-обезьяна имеет столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Ну вот, прежде чем об этом говорить, я хочу сказать, что есть и другие работы. В наше время у нас на нашей кафедре был один соискатель Виктор Тен, который доказывал в своей книге и в своей диссертации, что человек произошел от дельфинов и успешно защитил диссертацию. Так что, так сказать, вопросы эти, от кого произошел человек, продолжают обсуждаться. Приматы – высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне насчитывается около 200 видов приматов среди более чем 4000 видов млекопитающих. Невозможно себе представить появление человека в составе иного отряда, менее одаренного. Приматы обладают широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций передних конечностей обусловили развитие большого по размерам головного мозга и его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трехмерном пространстве и цепкие передние конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокое координированное движение требует высокой организации нервной системы. Обсновные пути перестроить интересные организации ископаемого предка в направлении отчеловечивания – прямохождение, развитие руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Переход к прямохождению и смена древесного образа жизни к наземной – одна из важнейших предпосылок формирования гоминид. Использование природных предметов – это еще не труд. Труд предполагает создание орудий труда. Поэтому астралопитековых относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, используя природных предметов для добывания пищи, делают этих человекообразных обезьян непосредственными предшественниками человека. Биологическая эволюция астралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасности для жизни астралопитека. Так, ряд черт поведения астралопитековых, сложившихся в условиях древесной жизни, был малопригоден. А то и вовсе вреден для наземной жизни. Астралопитек медленно бегал. У него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая плодовитость, как у всех лучших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления и развития тех качеств астралопитековых, которые позволяли противостоять в рождевной окружающей среде. Прежде всего, совершенствовались прямохраждения и устойчивость тела, увеличилась подвижность передних конечностей, для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения, выкопывания корней, клубней, сдирания шкуры субитого животного, разрезания мяса и т.п. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, возрастали взаимозависимости членов стада и сплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения психика в форме отражения. У антропоидных предков человека трудовая деятельность производства орудия труда закономерно и неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудия труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира качественный скачок. Из биологического мира посредством трудовой деятельности выделилась качественная новая форма материи человеческое общество. Ведущей биологической предпосылкой, которая сцементировала все остальные предпосылки антропо-социогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива, была, видимо, стадная охота. Именно в стадной охоте деятельности в принципе коллективной складываются и орудийные, и практические отношения к природе, и социальные отношения между членами правоводного стада, а также формируется высший уровень психики, сознания. Вместе с тем, возникновение зачаточных форм труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологический фактор. Еще долгое время природные условия вели за собой формирующихся человека, постепенно выходившего через посредство орудий труда и животного состояния, преодолевавшего путы природно-биологических связей, формировавшего деятельное практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно. Так образно характеризовал первоначальную форму человечесности один из выдающихся антропологов 20-го века Пьер де Яр де Шартен. Биологические предпосылки социальных отношений. Генезис человека — это единый процесс морфо-физиологического превращения животного в человека, антропогенез, и стадных объединений животных в человеческое общество, социогенез. Становление социальных отношений способствовало обладанию биологических инстинктов, в том числе проявлений биологического индивидуализма, заменея их отношениями социальной коллективности. Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то на кокольных в процессе трудоопыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново от одной особи к другой, от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Вопрос на засыпку. Что такое общество? Универно по какому? Вот пьяница, например, по признаку выпивки объединяется. Это и есть общество. Так это общество? А вы сказали, по какому-то ее, признак не указали, по какому. Поэтому... Я знаю, что вы чувствуете марксистами. А? Я знаю, что вы чувствуете марксистами. Ну, так вы знаете, какое оно? Я не знаю. Какое оно? Что такое общество? Вы там хотите что-то сказать? Ну, я хотела сказать, что скорее говоря, вы говорите, что уже есть, например, алкоголик или, не знаю, учителя, или скорее социальную группу. То есть, вы там говорите, какой-то клиент. Да, но чтобы общество сделать на группы, надо знать, что такое общество. Что такое общество? Общество что-то такое. Вы в обществе живете? Да. Откуда вы знаете, если вы не знаете, что такое общество, как потреб trem 1961 тоже заявляете? Но человек не может国 Franz их noise. А? Но он уже биосоциальные существа. Так социальный и общественные просто один русский язык общественный, а социальный это иностранный русский язык. Это одно и то же. Да. Ну, вот Общество – это как бы совокупность отношений между людьми, которые развиваются в процессе их совместной деятельности. Ага, то есть отношения берем, людей выбрасываем. Правильно? Совокупность отношений. Вы же так сказали? Да. Ну, я строго вот сиди. Вы говорите, а я смотрю, совокупность отношений между людьми. Вот люди отсюда выбрасываются из общества, отношения остаются. Так? Ну, отношения между людьми. Ну, отношения между людьми остаются, а люди не остаются. Нельзя это сделать так, чтобы люди тоже как-то в обществе были. А то как-то вот жалко. Не знаю, как вам, мне хочется в обществе остаться. А вы меня куда-то забрали. Отношения наши взяли, а нас не взяли. Вы охраните себя в индивиду общества? Где? Индивид. Один. Ну, да, с этим состоит. Спасибо. Я уже могу дальше жить. Все, мне достаточно. Я уже останусь. А дальше у меня это интрава. Да? Ну, прям очень важно. Обычно в индивиду общество такая пособящаяся от природы. Те, которые связаны с дневной части материального мира, которые включают в себя дизайн-группы, коллективы. Вот я спрашиваю вас, что такое чемодан? А вы говорите, у меня в чемодане авторучки, носовые платки, полотенца. И начинаете рассказать, а зачем это нам все нужно? Я же спрашиваю, что такое общество? А вы наговорили очень много. Ну, так, какое определение общества? Где вы взяли такое определение? В словаре. А? В словаре. В чем-то вообще словаре. В словаре – это не научные труды. Ну, все взяли, что в словаре – это наука. Чем отличается словарь от научного произведения? Не обратили внимания никогда? По какому признаку располагается категория в словарях? По луковедному. Вот так человека, если обрисовывать так, я начну про вас говорить. Так, что у нас? А. Что у вас на А? Ничего не вижу. Б. Бедра. Так, поехали дальше. Начнем с бедер. Вон, мы прочитаем, что это такое. Потом В. Что у нас? Волосы. Про волосы прочитаем. Г. Голова. Д. На Д чего-то ничего не нахожу. Е. Ё. Ж. З. И. К. Столько? Конечности. Хорошо, конечности будем рассматривать. Л. И так далее. И что? А в чем отличается научная система от вот такой системы, когда просто выхватываются какие-то отдельные элементы из этого и берутся в разорванном виде? Научная система знаний, это как она построена? Вы за науку или не за науку? За науку. За науку. Большое такое. Как науку построить? Наука – это система знаний. А что значит система знаний? Что-то просто я наберу знаний много-много-много-много, вот их на разных листочках и запишу, и как раз так расположу, как делаю здесь у словаря. Вот если я знахарь, то я вот много-много-много всего узнал, и взял вот на страничку и написал, это науку А, это науку Б, это науку Б, это науку Б. Вот вы сейчас вот сегодня вот слушаете его за тем, что я говорю. Это как вы считаете, научное изложение или не вполне? Вот как вы считаете? Как раз я как раз не вполне научно и предлагаю. Я просто вам даю некий очерк, да? О том, о том, о том, о том, пока мы идем в такую часть нашего курса, где мы как бы описываем писательные части и про то, и про этих, и про тех, и про познание, и про бытие, и про происхождение человека и так далее. И все это идёт отдельно, разрозненно. А для науки характерна разрозненность или систематичность? Систематичность. А что такое система? Можно сказать, научная система это всё такое? Вот в каждой системе, на самом деле, в диалектической системе всегда есть начало и результат. Что такое начало, смысл, можно сказать? Вот вы никогда ничего не начинали в ритм. Что такое начало, если начинали, это как-то вы осмыслили? Что такое начало? Что? Начало – это не разный результат. Вот, а результат? А, 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 результат – законченная начало? Законченная. Конец всего. Нет, моя глава, значит, это… Почти правильно, результат – это развернутое начало. Развернутое, да. То есть это понятие соотносительное, нельзя понять, что такое начало, если вы что-то начинаете, значит, вы что хотите получить, правильно? Если вы начинаете учиться, так сказать, на отделение музеологии, значит, вы хотите стать музеологом. То есть вы как неразбитый результат, а вот у вас развернутое начало. А результат? А результат, он не результат, если вы просто его берете. Вы его берете как входит, как некую точку, как некий итог этого процесса, правильно? Развитие. Ну так вот это научное понимание. А если мы берем просто отдельные всякие вещи? Вот я и спрашиваю вас, что ж такое, хочу спросить, что такое общество? То есть это заслуженные вопросы, мы вот вроде изучаем, изучаем обществе, что такое. И как-то пока не удовлетворить. Вот вы, то взяли мы отношения, которые люди вступают, отношения взяли, а людей что они взяли? Причем вы потрохили всех людей, как вы к людям относитесь? Что это такое? Всех, знаете, как это, это не нужно, это все. Отношения возьмем. Ну он там что-то Маркса, не манер, не манер, не манер. А что он, счетчик? Да ладно, не надо на Маркса валить. Но это его определение. Не, он того никогда не говорил. Серьезно? Ну он мой друг, Маркс не ваш. Я лучше не знаю. Не, не, я не использую, просто я его прочитал. Все вы прочитали, но если прочитали, процитируйте точно. Вот тоже научное требование, если вы ссылаетесь на кого-то, дайте точную выдержку. Ваша выдержка не точна. Она не точна с точностью до противоположности. Но если вы за Маркса, так процитируйте его, так, и с ним ссылаетесь. В чем проблема? Ну или можете вы общество рассматривать без людей. Ну подумайте сами. Даже если вот Маркс, скажем, у вас большой авторитет. Ну вот Маркс говорит, не берите вы этих людей. Да ну этих людей, берите только отношения. А люди черт с ними. Ну отношения с ними нет. Маркс даже классы рассматривает. Вам это в голову не проходило? Они в обществе, эти классы. Ну да. Ну только если в обществе, а у вас в обществе нет никаких людей вообще. И как раз мне и удивительно, что отношения не может быть без людей. А вы эти людей вытрусили, а взяли одни отношения. Есть разница сказать, что вы в рубашке или рубашка на вас? Видите разницу, нет? Угу. Если я возьму рубашку, я вас взял? Нет. Но это ваша рубашка, но я ее взял. Но она была ваша, стала наша. Так вот и делают. Снимают одежду и забирают. Но только это не рубашка касается, а кожных курток. Ну да. Ну да. Моя рубашка на вас каком-то задуманная. О, рубашка идет. О, куртка идет хорошая. Ну вот это, кстати, проблема. Надо думать о том, как правильно определить. Потому что иначе вот мы вроде бы говорим там, но истинное содержание того, о чем мы говорим, тогда не вполне воспринимается человеком. Так вот общество это не просто, ну наверное, начинать все-таки надо не со отношения, а с людей. Во-первых, это люди. Правильно? Но если я отдельно возьму людей без отношений, это будет не общество, а что? Это народ будет, так? Население, граждане. То есть это люди взятые в россыпи. А вот если я людей беру вместе с их отношениями, люди взятые вместе с их отношениями, вот это же общество. Не отношения без людей и не люди без отношений, а люди вместе с их отношениями. Вот это общество, вот и всё. Маркс нас бы одобрил, не волнуйтесь. Он так всегда и понимал, что это люди и отношения. Он людей обязательно брал, как мог он не брать людей. Ну вот, ну хорошо, значит, завершая вот этот вопрос о биосоциальном общении антропоидов, чем поддерживается оно средствами коммуникации, язык жестов, звуковые сигналы, поражающие радость, печаль, зло, возбуждение и тому подобное. Действиями, поцелуи, объятия и другой важной роль играет и демонстрационное манипулирование, концаточная форма, передача индивидуального опыта стадному коллективу или его счастье. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими в завершении антропосоциогенеза. Ну вот теперь перейдем к некоторым современным проблемам человека. Антропоцентризм как принцип современной философии. 20 век в науке. Культуре и философии характеризуются как антропологический поворот к человеку. Антропологический поворот, связанный с именами Соловьева, Шеллера, Плеснера, Бердяева и другими, был вызван не столько реакцией против тотально научного подхода к человеку, сколько необходимостью изменения классической философии, которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания высших ценностей, стремления к любви, вере, надежды, нравственной солидарности, отличая человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решения и поступков. Современная эпоха радикально отличается от периода становления философской антропологии. Конечно, и в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно научных дисциплин, таких как биология, археология, этнография, за право называться теорией человека. Задача современной антропологии состоит в выработке на основе частно-научных определений единой систематической теории человека. Основные концепции философской антропологии XX века. Представители философской антропологии выдвинули программу философского познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить антологическое, естественно, научное и гуманитарное учение различных сфер человеческого бытия с целостным философским постижением. Реализация этой программы должна была существоваться на базе науки философской антропологии. Макс Шеллер, 1874-1928 годы. Философская антропология – это учение человека с точки зрения бытия самого человека. Что же представляет сущность человека? Антропологический дуализм духа и жизни. Поскольку жизнь – нечто общее для человека и для остального органического мира, человек может претендовать на особое положение в бытии, если дух предстает как нечто принципиальное для жизни. В работе «Положение человека в космосе» М. Шеллер выявляет статус человека через соотнесение человека с другими формами органического мира. Чувственный порыв, инстинкт, ассоциативная память и практический интеллект – в этом человек не отличается от животного. Человек – естественный человек, есть животное, утверждает Шеллер. Он не развился из животного царства, был, есть и всегда останется животным. Но есть и существенное различие – это наличие у человека духа. Шеллер не просто констатирует наличие этого факта, стремится дать человеку характеристику как духовному бытию. Наиболее важное характеристие человеческого духа – это открытость миру. Животное ограниченное средовое обитание, дух человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается с Шеллером, с его онтологической свободой, и в силу этого человек способен постичь качественное бытие предметов в их объективном бытии. Арнольд Гилен, 1904-1976. Специфика и сущность человека определяет в ходе сравнения с животными. И эту специфику он связывает с особой исключительностью биологической организации человека. «Человек – это существо, открытое миру», – утверждает Гилен. И эта открытость определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, то есть неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом. И как биологически недостаточное, неготовое, не установившееся существо, человек должен сам решать задачу своего выживания. В силу этого человек является существом действующим. Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения его жизнеятельности. Открытость миру и действенность человека обусловливает главный принцип его существования – принцип освобождения от времени. Суть этого принципа – совокупные недостатки человеческой конструкции, которые в естественных условиях представляют тяжелое время, человек превращается в условия своего существования. Результатом это становится превращение человека в культурное существо. Культура является определяющей сущностью человека. Так. Вопрос на засыпку. Культура что такое? Культура. Что вы говорите, у меня спрашивают шобо-культуру. Мы музеологи. Что за вопросы такие? Музеологи должны знать шобо-культуру? Не должны? Должны. Ну раз у нас музей определяется как что, как учреждение, которое что делает? Оно во-первых собирает историку культуры и ценности, да? Потом оно их сохраняет, изучает и пропагандирует. Историку культурные ценности, да? Значит нам надо знать, что такое история и что такое культура. Давайте с историей начнем. История что такое? Вы не можете сказать, что вы у нас спрашиваете? Я вам музеологи. Ну что такое история? Кто-то изучает историю. Кто-то изучает историю. Кто-то изучает историю. Не понял. Кто-то изучает историю. Ну-ка это у вас какая-то масса ломательная. А тут как же определить-то? Определяется точка, что не надо еще определить. Что такое история? Что вы нас спрашиваете? Мы в институте истории находимся. Зачем нам знать, что такое история? У нас на стенке написано. Ну вы не удивляетесь? Я тоже не удивляюсь, потому что я у историков спрашиваю. Ну вы как бы историки, но специализированные, правильно? А есть такие историки, которые как историки? Спрашиваешь, а какая же история? Ну мы должны вот такие вещи и знать. Мы же об этом говорили на первых моментах. Вы для чего об этом говорили? Чтобы запомнить или чтобы это выветривать? Нет, потом есть всякие пустяковины и вещи, к нам не имеешь одну. Но это же вы, эту историю вы должны знать раз навсегда и только на время. Нет, процесс изучения развития общества. Процесс? Изучения развития общества. Изучение? Ну да, изучение развития общества. Процесс изучения развития общества. А процесс развития общества не является историей? Является. То есть если вот вы изучаете, то это история, а если вы не изучаете, то уже истории нет. То есть это вы тут определяете, что история, что не история. Зачем это тут изучение к этому примазалось? История – это тогда развитие общества. Да? А что изучает наука теперь истории? История как наука – это уже другое. Вот мы изучаем эту историю. Что она изучает? Она изучает современность как результат развития человечества. Да. Совершенно верно. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. А история сама по себе – это просто развитие общества. Вот вы правильно сказали. А теперь что такое? Что такое? Что такое? Культура. Не такой простой вопрос. Он не простой. Ну, музеологи, наверное, как историку культурные ценности. Мы притащили какие-то черепки. Они говорят, что это надо? А мы сейчас выясним, что такое культура. Если это в культуре, то все берем. Если не в культуре, то не берем. А что вы это никак не решаете? А мы не знаем, что такое культура. А кто вам преподавал? Найти там его и наказать. Студенты не виноваты. А кто виноваты? Это я вот о своей душе, в данном случае, не о вашей. Думаю сказать, что все будете меня недобрым словом вспоминать, а злым. Так что он даже на философии не объединил, что вы культура вообще. Что за люди такие приходят, изображают из себя философов. Проходим. Никакой пощады этим уже. Можно я скажу? Значит, если мы просто пойдем по принципу, что культура это все, что было, то мы там столько грязи наберем. Правильно? Скажем, были у нас эти самые, в истории, и разрушения, и войны, и были у нас и газовые камеры. Что только не было. Это культура? Нет. Культура это не просто там какие-то объекты, хотя мы разделяем материальную культуру и духовную культуру. Культура это накопленный опыт человечества. Опыт человечества. Накопленный опыт человечества материальный и духовный. А что значит опыт? То есть, уроки извлечены, что способствует развитию человечества, а что нет. Не все, что есть у человечества, и не все, что было за всю его историю надо тут собирать, а опыт надо извлекать из всего. Мы опыт извлекаем из положительных действий или из всяких. Из всяких, правильно? И из негативных тоже. Поэтому накопленный опыт человечества вот мы уже имеем, скажем. Что такое Нюрнбергский процесс? Это вот опыт человечества, что фашизм это античеловеческая, так сказать, практика. И с ней надо заканчивать. А закончились фашизм? Нет, пока еще не закончились. Но уже вот такое решение ведущих государств, которые осуждают фашизм как политику и идеологию, имеет место. Опыт уже есть. Культурой это уже вошло. А в политике еще продолжается. Накопленный опыт человечества материальный и духовный. Это культура. Так. 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 У Арнольд Гелленд говорил, что суть, что на совокупной недостатке человеческой конструкции, которая, естественно, представляет тяжелое время, человек превращает в условие существования. Результатом этого становится превращение человека в культурное существо. А что значит культурное существо? Существо, которое извлекает уроки из всей предшествующей деятельности человечества. Правильно? Уроки. И эти уроки становятся его базой. В дальнейшем движения вперед. Культура является определяющей сущностью человека. В основе культуры лежит духовное начало. Как считал Гелленд. Хельмут Плеснер. 1892-1991. Он понимает, что свободу, способность культурному творчеству, нельзя объяснить лишь специфической биологической структурой. И он обращается к особенностям психики человека. Человек отличается от животных эксцентрической позиции. Всего этого человек способен отделять свое «я» от физического существования. Осознание собственной самости, осознание себя как личности, приводит к осознанию внешнего мира. Собственное существование, равно как существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное. Осюда тяга к поиску такой основы мира, которая не подвержена случайности – поиск абсолютного бытия Бога. Поскольку человеку не дано знание, лишенное сомнение, он обречен на бесконечные поиски устойчивого бытия. Как видно из вот этого относительно краткого содержания, проблема сущности и бытия человека принадлежит разряду вечных философских проблем. Вот, собственно говоря, на этом я завершаю экскурс в историю философии, из которого мы некоторые уроки не всегда отвлекли, и перехожу к систематическому изложению другого раздела нашего курса, который называется «Социальная философия». Ну, а здесь у нас принцип будет несколько другой. То есть мы будем последовательно идти от более простых категорий ко все более сложным. и будем давать определение всего того, что мы с вами используем. Что является самой простой категорией философии? В материализме самой простой категорией является материя. Как вы бы определили, что такое материя? Слышали такое слово «материя»? Материалист, материя, а что такое материя? Ну, материю мы знаем, как там, в магазин пойдешь, там, где ткани продаются, в разную эту материю пощупал эту. Или из каких материалов созданы какие-нибудь предметы. Это в таком конкретном случае. А когда мы говорим о материи, что мы имеем в виду? Что это такое? Определенная субстанция. Какая? Протяженная. Опять определенная. Только я и про вас скажу. Вы определенная субстанция. Протяженная. Какая? Протяженная? Угу. Это провод, наверное. Протяги. Вот смотрите, там, за вами сразу эта протяженная субстанция. Но это, как бы, они что-то сказали о материи. А как-то надо ее определить же. Таких протяженных субстанций очень много, да? Луч света тоже протяженная субстанция. Прямо от Солнца, понимаете, протягивается. Сюда прямо, вот сюда вот, если вы висели, прямо на вас бы он упал. Этот луч свет, это же протяженная субстанция. А до вас он в рассеянной форме доходит. Но все равно он доходит. Солнечный свет до вас тоже доходит. У нас же ничего не горит. Значит, до вас свет доходит? Да. Так это протяженная субстанция? Да. Так это материя? Да. А вы? Да. А вы, как именно, тоже протяженная? То есть вы имеете в виду, что у вас есть рост, вес? Это имеется в виду. Что значит, вы протяженная? А если низкого роста человека он тоже протяженная или не сильно протяженная субстанция? Тоже протяженная. Тоже протяженная. А какой-то толстячок такой, он уже под протяженную субстанцию не подходит. Правда, так и будет? Низко рост или нет? Да он колобок. Какой же он протяженный? В протяженном форме круга вот эти линейки. Так что такое материя? Значит, я хочу вам сразу сказать, что ведь о чем идет речь. Я вас предупредил, что мы переходим от такого вот ну как бы описательного изложения разных всяких взглядов, да? Один так считал, другой так считал, третий так считал. Это полезно, так сказать, представлять и интересно. Мы переходим к систематическому изложению, а если мы переходим к систематическому изложению, мы должны начать с чего? С простого или сложного? С простого. А что такое сложное? То, что не простой. Это правильно, но это не определение сложного. Никто не скажет, что такое сложное? сложность состоит из нескольких простых да, сложенное из простых сложное внимательно слушайте, о чем идет речь сложное это сложенное из простых вот такое сложное а начало науки какое должно быть? простое или сложное? если оно начало простое, правильно? простое вот в математике есть такие понятия, как точка прямая плоскость кто-нибудь знает, что такое точка? арифметику учили? математику учили? в школе слышали, что такое точка? есть такое понятие? что это такое? это страх абстрактная 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 обстоку можно договорить так что такое точка? ну хорошо, а что? а прямая и не абстрактная что ли? я и прямая и абстрактная а плоскость тоже абстрактная тоже что это такое но я что вам проще я спросил с точки . 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 тоже неопределяемые понятия, а плоскость тоже неопределяемые понятия. И в начале математики стоят неопределяемые понятия и аксиомы. Слышали про аксиомы о параллельных прямых? Что вот через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, это одна аксиома, это одна геометрия или в Клидово. А вот другая аксиома, что вот через точку, не находящуюся на прямой, можно провести бесконечно много прямых, не пересекающихся с данными. Это другая аксиома. Если другую аксиому принять, то что их доказать невозможно и опровергнуть невозможно. Это какая будет геометрия? Лобачевского геометрия. Лобачевского. Не Евклидова. Геометрия Лобачевского. Так вот, это я для чего этот аксиом сделал? Для того, чтобы мы с вами, когда думаем о самых первых понятиях философии, мы должны понимать, что они сродни вот тем понятиям, которые уже, если они самые первые, и как их будете определять. Поэт Менгельс, например, огоменчивался с замечанием о том, что единство мира в его материальности и всё. Материально. А, скажем, если мы хотим дать такое определение материи, именно как в самой простой категории, это то единое, что есть. Вот то единое, что есть, называется материя. С этого мы и начинаем. Почему единое? Потому что вы скажете, а у меня мысль тоже есть. Мысль у вас отдельно уже от... У вас есть голова, а ещё мысль есть вторая. А мы говорим о едином. Мысль уже это что такое? Это отражение материи в вашем сознании. То есть это не подходит под категорию вот этого единого. Вот то единое, что есть – это материя. Материя – это то единое, что есть. Вот у материи есть разные уровни её организации и, соответственно, и формы её движения. Какие есть? Есть самые низшие какие формы движения? Мы берём разные уровни организации материи и, соответственно, и формы этого движения. Ну, какие самые низкие? Вот механическое движение. Да? Механическое движение. А? Ну, почему покоя? Во-первых, покоя нет. В каком уже состоянии покоя? Вы сейчас движетесь, нет? Вы как? Вращаетесь? Вращаетесь вокруг? Вместе с землёй? А? Вращаетесь. Так, а вместе с землёй вокруг солнца сейчас движетесь? И голова не загружалась у вас? Конечно. Это привычка просто с детства. Всё время на этой карусели. Потом, вы же дышите сейчас? Это движение. А сердце у вас работает? Если бы она не работала, мы бы сейчас с вами не беседовали. А моргаете? А если вы не моргали, у вас бы высохли глаза. То есть, вот я, наверное, заметил, как у вас ручка, вот так, вот так, вот так. Это тоже движение, правда? То есть, а какое самое простое движение? Механическое. Вот механическое движение, соответственно, это какие-то тела, находящиеся в движении, без рассмотрения содержания этих тел. Если мы рассматриваем всё как тела, находящиеся в движении. Например, если даже представьте скелет человека. Толкни его, у него, видите, вот так вот, то, что осталось от рук, будут болтаться. А ещё, как мы знаем, физическая форма, да? А физическая форма, кроме... Она включает в себя и механическую, конечно. Но кроме этой механической, включает в себя и всякого рода электрические импульсы, электромагнитные волны, правильно? Это уже физическая форма движения. Вот когда мы берём физическую форму существования материи, здесь уже два форма как такового, в котором нет ничего, нету, потому что нет, никакая бы не была простота, электромагнитные волны же там есть. Есть. Мы используем физические принципы своей деятельностью. Вот у вас мобильный телефон, это телефон или не телефон? Это что, с точки зрения физики? Это телефон? Вы что, по проводам общаетесь? У вас нет? Нет? А как называется? Что там делает ваш вот этот телефон? Ну, что вы делаете? Ну, как к нему попадает информация? Через что? Проводов нет. А как попадает? Ну, что здесь? Звук? Через волны. Какие? Вот я с вами говорю, это через волны? Звуковые волны. Звуковые волны. А вы когда говорите, что через звуковые вы делали? Электромагнитные волны. Ну, и как называется прибор, с помощью которого вы передаёте информацию во мне? Как это называется? Через электромагнитные волны. Это что такое? Как это называется? Это радиоволны? Так что у вас тогда такое? Радиопередачник. И радиоприёмник одновременно. Когда вы принимаете этот приёмник, он одновременно ваш радиопередачник и радиоприёмник. А на каких волнах вы разговариваете? Могу я узнать? На каких волнах вы задавались? На коротких, длинных, средних? Не задумываете. А зачем нам задумываться? А? На коротких. На коротких. А коротких-то по прямой идут или они могут огибать землю? А что вы на короткой? Были бы на длинном, так сразу могли бы в Америке звонить без всяких этих, без высших этих, без сот. Хорошо же, раз, все. А по прямой? На какое же расстояние по прямой? До горизонта сколько километров? Прямой. Не знаете? Из школьного курса, не знаете физики, сколько? По прямой до горизонта. А? Не слышу. Я не о линии спрашиваю, сколько километров вы можете увидеть? 32. Да какие 32, 4 километра и все. Вы же земля, это же шар. Вот вы будете, вот вы стоите и вот ваше касательное от глаз идет на этот шар. Все, 4 километра. Если вы, допустим, на корабле стоите. На корабле вы повыше уже будете. Там не 4 километра. Если вы на лодке на уровне, на уровне вот роста человека 4 километра примерно. До линии горизонта. И все. А как вам удается звонить на большее расстояние? Там стоит у вас, на вышке стоит другой приемник, который это принимает. Эта вышка называется. Вышка. Радиовышка. Куда попадает ваш сигнал. А дальше как? А с этой вышки на другую вышку, а с этой вышки на третью утку. И все по прямой. И получается, что? Чтобы эти вышки охватили все то пространство, которое охватывается соответствующей сетью. И эта вот сеть, она как называется, сотой. Получается сотой, что вы из этого своего передатчика и приемника можете связь иметь только с вышкой. А вышка дальше с вышкой. И дальше, дальше, пока не доходит до вашего абонента. То есть мы имеем дело, у нас в руках радиоприемники и радиопередатчики. А вовсе не и телефоны. Потому что телефон это по проводу идет. Передача. И даже сейчас, когда идет даже по проводу, домашний телефон, то и то, что беспроводные еще соединения все равно существуют. А эти как? А эти все равно уже тоже по радиоволнам. Правильно? То есть у вас есть трубка, вы ее снимаете без всяких проводов. Точно так же, как вы видите, есть певцы, которые поют с опутанными проводами. И это они, так сказать, по проводам идет сигнал. Или они с радиотелефона. Вот пример. Звук передается вот туда, отсюда. Из этого микрофона. Это радиомикрофон. Каким образом? По проводу или по радиоволнам? Так это значит радиопередатчик? Видели, я с радиопередатчиком сижу? А вы что думали? А это что нам? А там радиоприемник. И все. Что тут такого? Так. Ну это вот физическая форма движения материи. Вы про себя можете сказать, что вы твердое, что вы тело твердое. То есть вы являетесь человеком механическим, да? Механические движения совершаете? Я вижу, что вы пальцами шевелите. Это же механическое движение. Да. Значит вы человек механический. Вы животный, да? Нет? Да. Хорошо. Но во всяком случае, существо механическое мы выясним. Второе. Физические у нас процессы у нас идут? Физические процессы есть? Знаете, что бывает такое понятие? Энцебалограмма. Это что значит? Это снятие сигналов головного мозга. Каких? Электрических. Да? То есть электричество у нас есть? Я уже не говорю о том, что когда вы расчесываетесь, так сказать, это там статическое электричество и искры могут идти. Физическая форма. После физической какая более высокая форма движения материи? Двух. А? Двух. Нет, химическая. Химическая форма движения материи. Химическая и физическая. А? Я думаю. Как это одно и то же, когда нет? Химический процесс, это процесс между атомами и образованием молекул. А. Для физики хоть атомы, хоть молекулы, хоть плазма. Плазма такое состояние вещества от Солнца. Больше всего, мы наблюдаем от нами объектов, больше всего, самым крупным объектом является Солнце. Но Солнце в каком состоянии находится вещество? Плазма. 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 Какой безобразный? Безобразный, когда это молекулы газа. А если вы нагреете эти до миллионов градусов газ, он всех, он будет в состоянии чего? Электроны отделят все от ядер. И у вас не будет молекул никаких. Это плазма. Так в виде плазмы больше всего мы наблюдаем. А все звезды, которые мы наблюдаем, тоже такие, как Солнце. То есть это нам повезло, мы не в состоянии плазмы. Так. А в следующем, после химического состояния какое? Более высокое еще. Но вы химическим существом-то являетесь. Но пищу перевариваем мы с вами или нет? В чем состоит переваривание пищи? В том, что оно с помощью треугольничного звука расщепляется и происходит создание человеческого белка. Какая химия у нас? Органическая. Но органическая химия, она, так сказать, базируется на обычной химии. Если вы воду выпили, так она, это же вода, поступает во взаимодействие. Химическая и другие вещи с вами. Конечно. Так. Дальше. А еще над химической формой движения материи какая еще? Химическое состояние материи. Какая еще есть форма движения? Состояние материи. Биологическое. Вот вы уже ответили, что вы животные. Некоторые не отвечают положительно. Видимо, они растения. Вариант есть какой-то другой? Человек это либо животное, либо растение, какое мы выбрали. Животное. Это вот форма существования материи. Еще одна. И, соответственно, и движение животных тел. Ну а дальше. А самая высокая форма движения материи и существования ее. Как называется? Что, вы так вот только этим ограничили, что вы животные все? Или это как-то вы себя принижаете? Вы тоже только животные? Хотелось бы верить, что нет. Ну, хотелось бы верить, что нет. Я тоже хотел бы. Я ожидаю, что вы что-нибудь скажете в защиту от себя. Кто скажет, наш преподаватель обзывал животными. На лекции. В университете что творится вообще, что происходит? Ну, или тогда у нас такое есть. Если мы все животные, то какие мы животные? Разумные. А? Разумные. Разумные, да. Хорошо. Разумные животные. А разумные животные? То есть люди. То есть это же какая-то форма движения материи. Люди. Они существуют просто как отдельные особи или как общество? Как общество. Мы об этом уже говорим. Что такое общество? Только сегодня был у нас на эту тему разговор. Общество – это что? Люди вместе с отношениями. Вместе со своими отношениями. Вот это называется высокая форма материи. Общественная форма движения материи. А человек, определение человека, давайте зафиксируем. Человек – это животное какое? Животное первое, общественное. Это первое, самое же, надо сказать, общественное. Трудящиеся – два, говорящие – три, и разумные – четыре. Ну, это вот мы берем нарастающие вот эти определения, да, почему-то. Общественное, во-первых, во-вторых, трудящиеся, поскольку труд создал человека. Говорящие, потому что в труде как раз возникла необходимость общения людей, знаковым. И создание языка. И разумное, потому что разум означает осознание и себя, и всего мира, и себя в том числе. Вот высшая общественная форма движения. Вот через этим вопрос. Иногда пишут в литературе, что человек – это биосоциальное существо. Слышали такое? Это хорошо написано или плохо? Вам нравятся такие высказывания? Или вы уклоняете сейчас ответственно этот вопрос? Биосоциальное. Вы биосоциальное существо? Конечно. Конечно. А что так мало? Мы вот вроде с вами прошли все формы, так тогда вы должны выговорить, что я механико, физико, химико, биосоциальное существо. Так? Ну да. Ну и что? Но если каждая более высокая форма движения материи и состояния включает в себя, более низкие формы движения материи включает? Включает. Зачем тогда это все повторять? Разве если я скажу, что социальная форма движения материи – это мало? Что человек есть, относится к социальной форме движения материи. Сущность человека в чем? Кто скажет? Ну не так, что вот сейчас будет перерыв, пойдем обедать. Не в этом сущность человека. Согласны? В чем сущность? В поиске истины. А? В поиске истины. В поиске истины. То есть человек, который не нашел истину, но только все ходит, всю жизнь только ищет ее в этом его сущность, чтобы он так никогда и не нашел. Он в поисках находится. Говорит, а где он? А он все ищет истину. И так и не нашел. Ну вот, товарищ Маркс нам подарил следующее положение о том, что человек – сущность человека в общественных отношениях. Социальное существо. Где его сущность? Значит, не биологическое, а социальное существо. И он не только ищет, но и находит истину в обществе, правда ли? И вместе с обществом. Скажем, развитие науки. Вы можете изучать любую науку в ее истории и увидите там. С такой-то ученый, с такого по такое время написал кто-то, а потом пришел другой ученый и стал эти идеи развивать, потом третий ученый и так далее. Наука развивается бесконечно и вечно, а люди конечные и приходят и сменяют друг друга. А человечество? Вот вы как представитель человечества бесконечно и вечно. Это плохо, что ли? Если вы представитель человечества, если у вас сущность общественная. И все, что вы сделаете, останется на века. Вы почему пошли в музеологию, чтобы прямо вас в музей поместили? Вот это люди, которые все это продвигали, и вот они. Является достижением человечества. Материальный и духовный опыт человечества. Сущность человека в общественных отношениях между людьми. А вовсе не в том, что он биологический. То есть, если вы будете искать сущность. Ну и собаки вечером тоже все время что-то ищут. Вы видели, как они бегают и принюхиваются. Тоже они все время ищут, ищут, ищут. То, что человек, как мыслящий разум, безусловно, он ищет истину, и находит ее, и ее накапливает. И, между прочим, создает музеи, в которых, в этих музеях хранит потом достижение культуры. Это факт несомненный. Ну вот, мы будем считать, что мы с вами в результате, так сказать, длительного изучения, уже довольно длительного изучения, в ходе нашего курса, уже узнали, что такое человек, правильно? Что человек – это социальное существо, и что сущность человека общественная, в общественных отношениях. А внешняя форма, форма проявления биологическая, конечно, правильно? Человек – это животное, но сущность его общественная. Потому что он не просто животное, а животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И вот самой сложной формой материи, самой высокой формой движения материи является материя общественная, социальная. И что это значит? Это значит, что если мы берем высшую форму движения материи, высшую ее форму, то в ней все остальные формы, менее сложные, все содержатся. В человеке содержатся и атомы, и молекулы, и физические процессы имеют место, и механические, и химические, и биологические. А сущность его не в том, что у него эти процессы, а в том, что он общественное существо. В том, что его сущность общественная. Ну вот, я думаю, на этом мы можем остановиться, а вы можете пойти на обед и удовлетворить свою биологическую сущность. Есть ко мне вопросы? В следующий раз мы занемся формами движения материи. Какие бывают виды движения? Виды движения. Так. Есть вопросы еще? Нет, я спрошу. Хорошо. Нет, просто я не узнал, что вы написали здесь. Спасибо. Благодарю, а свой, могучее оружие, диалекция. Что, неправильно написал? Нет, нет, просто я не узнал. А, плохо написано. Нет, нет, просто я не вышел. Понял, все, да. А свой, могучее оружие, диалекция. Спасибо. Мне, кстати, очень интересно, вот ваше научное деятельность в плане того, что вы примените диалектику на современное окружение и ситуацию в обществе. Я считаю, что это прикладное знание. Без него не так сейчас нельзя. Не просто сухо изучать. Вы можете посмотреть пример. Вот я такой на ресурсе. Это у вас или на роли Чёфа. Месяц назад. На ролик такой написал. Ну, победит.